В юности он жил во Франции. Изучал французский язык, верховую езду, танцы и фехтование. Вернувшись в Англию, сделал блестящую карьеру при дворе короля Якова Первого. Ему удалось установить контроль над придворным и государственным аппаратом и поставить на ключевые посты своих протеже. Он стал богатейшим человеком государства. Современники говорили о его страсти к королеве Франции, что стало одной из основных сюжетных линий в романе «Три мушкетера» Александра Дюма отца. Англия, 17 век. Первый герцог Беккенген. У нас в гостях кандидат исторических наук Антонина Шарова. Антонина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Шарова Антонина Владимировна окончила Московский государственный историко-архивный институт факультет архивного дела. Кандидат исторических наук, доцент школы исторических наук Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Автор статей по истории отечественной и западноевропейской медиевистики. Джордж Вильерс, будущий граф, потом герцог Беккенгем, принадлежал к достаточно знатному семейству, но не богатому. Принято считать, что его отец потомок тех самых нормандских рыцарей, некогда пришедших в Англию. Все-таки из нормандской династии. Да, из нормандской династии. И его очень энергичная матушка Мэри Бамон, тоже ставшая Вильерс затем. Но есть одно обстоятельство, которое надо учитывать, когда мы говорим вообще о том, как становятся герцогами, что это такое в 17 веке и в Англии в том числе. Для того, чтобы стать герцогом и подняться по служебной лестнице или сделать какую-то карьеру, всегда надо иметь покровителей. Патрон – это всегда очень хорошо. Или, как в случае с первым герцогом Беккенгемом, наверное, попасть в нужное место, в нужное время, и быть готовым исполнить свой долг и понять, в чем он состоит. У него еще была какая-то интуиция, безусловно, по отношению ко времени, к политике, к людям. Вы знаете, никто не пишет о его интуиции. Характеристики, которые ему дают историки, естественно, опираясь на воспоминания современников, они скорее другие – очаровательный, красивый, а вместе с тем веселый, остроумный. Не очень как-то подчеркивает его образованность, хотя школу человек закончил, в Париже французским языком овладел, картины собирал, был известным меценатом и в живописи разбирался так или иначе. Но, тем не менее, скорее удивительная черта этого человека – это была его верность, верность королевской семье. Вот надо сказать, что, опять возвращаясь к вопросу о фаворитах, фавориты в XVI-XVII веках бывают разные, хотя они есть везде, такое общее явление – фаворитизм, то, что потом придет и в Россию в XVIII веку. Но кто-то становится фаворитом в тот момент, когда он, как Ришелье, государственно мыслит и пробивается к государственным должностям сознательно, мечтает рулить. Это карьерный фаворит. Это карьерный фаворит. Таких много, на самом деле. Фаворитизм популярный во Франции, допустим, при Генрихе III и при Людовике XIII, фаворитизм миньонов, так называемых, таких любимчиков, государя, он немножко другой, потому что это роль таких сердечных друзей, роль тех, кто... Они не секретари, конечно, они не государственные люди, но они... Доверенные друзья, наперстники. Доверенные друзья, наперстники. Абсолютно верно. Но это же может пройти, да? Сегодня веришь, а завтра уже. Да, это может пройти. То есть там нет прагматики, да, фаворитизма? Она приобретается, потому что если вы около короля, то у вас всегда дополнительные пенсии, бонусов много. Бонусов. Конечно. Парашют и фаворитизм. Вы можете, да, кого-то еще продвинуть по карьерной лестнице, к вам обязательно будут обращаться. Но, тем не менее, это вот тоже такой вид фаворитизма. У Бекингема произошло по-другому, потому что он скорее, начав как друг, как милый друг, он превращается в фактически первого министра, правда, без портфеля, и он превращается в активного ведущего политического деятеля Британии. Три года с 1625 по 1628 год он фактически рулит английской политикой. И получается, что вот с одной стороны это такой друг королевской семьи, очень верный друг королевской семьи и при Якове Первом, и при Карле Первом. А с другой стороны, все-таки он берет на себя государственную ношу, олицетворение королевской политики и исполнение этой королевской политики. И, может быть, поэтому это фигура, которая до сих пор интересна. А вот вы упомянули о портфелях, да? А вообще его интересовали портфели? То есть должности, там, знаки различия, вот что-нибудь такое. Вообще он к этому тянулся, вот к такой блесткой славе? Вы знаете, это сложный вопрос, потому что мы не можем утверждать, насколько тянулся сам и насколько он сам требовал себе награды, в том числе в виде титулов. Но, с другой стороны, любовь, благоволение королей были настолько сильны, но, в принципе, все свои должности он, прежде всего, получил от Якова Первого, что ему это давалось. Давалось в ответ на ту верность, еще раз скажу, ту любовь. Тут всякие сомнения, насколько плотскими были их отношения с Яковом. Первоначально вполне может быть. Все-таки это мапасанское белямида, милый друг, употребили. Это задача. Да. То есть сомнения остаются? Да, в общем-то, скорее всего, сомнений нет. Нет, было. Да, первоначально. Но потом это вырастает в очень интересные, практически семейные отношения. Потому что король Яков Первый всячески способствует браку керцога Бекингема. Он с удовольствием нянчится с его старшей дочерью в Смолле. И потом дети Бекингема, его сыновья, Джордж и Фрэнсис воспитываются в королевской семье вместе с Карлом Вторым и его братом. То есть, понимаете, это удивительно, потому что семья фаворита на самом деле врастает в королевскую семью. То есть породнились семьями в конце концов. Яков Первый, король Англии с 1603 года. Первый из династии Стюартов на английском престоле. С 1567 года шотландский король под именем Якова Шестого, сын Мария Стюарт. На английский престол вступил после смерти Елизаветы Первой Тюдор. Стремился обосновать право короля управлять страной без сотрудничества с парламентом. Абсолютистский курс Якова Первого был отмечен растущей религиозной нетерпимостью по отношению к пуританам, введением новых налогов и принудительных займов, нерегулярным созывом парламента, а также сближением с католической Испанией, главной соперницей Англии в морской и колониальной торговле. Политика короля вступала во все большие противоречия с интересами английской буржуазии и нового дворянства и привела к быстрому росту парламентской оппозиции. Получилось так, что ни разу Бекингем, в отличие от других фаворитов, которых было много в Европе и у того же Якова Первого, разного качества фаворитов, Бекингем ни разу не предал короля, причем ни Якова Первого, ни Карла Первого, ни разу, ни в коей мере не выступил против них, против их политики. Он, конечно, что-то делал, что не очень способствовало королевской популярности, но это вот так складывались обстоятельства. Ну, это издержки уже, да? Да, это издержки, наверное. Такого образа жизни. Даже не столько образа жизни, сколько положение человека. О, положение. Да. И те задачи, которые время от времени на него возлагались. По крайней мере, точно известно, что когда Яков решил даровать, отяготить жизнь Джорджа Вильерса, помимо титулов, графов, виконтов и так далее, сделать его еще и адмиралом, лордом-адмиралом, Бекингем первоначально отказался от этой должности, потому что от этого патента, потому что он, в общем, никак в морских делах не разбирался, никогда с ними не был связан. То есть он все-таки меру знал, да? Да. Но, тем не менее, с королем не поспоришь, вот вручил тебе патент, будь любезен заниматься морским флотом. Ну, здесь уж да, дают, бери. Тем более король. Никак не получится. Тогда очень простой вопрос, и, видимо, совершенно очевидный. А с чего все началось? Вот как он стал таким вот, да, с обидным другом, приближенным фаворитом? Вот с чего? Вот есть какая-то историческая запись, какой-то эпизод? Это был момент довольно такой сложный для королевской власти, потому что у короля уже не первый год был очередной фаворит, с которым его связывали тесные, в том числе, любовные отношения. Когда-то король очень был потрясен на турнире. Молодой шотландский юноша упал с лошади, поранился, он увидел все белокурые волосы, впечатлился, влюбился и так далее. Влюбчивый у нас однако, якобы-то. Да, да, Яков, да, Яков Первый, да. Так вот, граф Соммерсед на тот момент фаворит Якова Первого, так получилось, что он влюбился в девушку из, точнее, в молодую женщину, она на тот момент была замужем, из очень знатного семейства, которое во многом контролировало многие должности, государственные должности, придворные должности семейства Ховардов. И фактически примкнул к их группировке. И это было очень серьезно, потому что группировка была во многом происпанская. И начался поиск другой части. Знаете, начался поиск того, кто бы уравновесить. И так или иначе, было понятно, что надо искать красивого, молодого, королю 48 лет, того, кто может тоже его заинтересовать в качестве такого миньона, милого друга, фаворита. И вышли через разного рода связи. То есть был какой-то кастинг, да? Да, ну, очевидно. Присматривали молодых людей, потому что все-таки требовалось неплохое образование. Сам Яков был великолепно образованным человеком. И вот как раз была проблема, что граф Соммерсед проигрывал в степени своей образованности. А подучить его хорошенько, в частности, латыни, никак не получалось. Человек должен быть хорошо образован. Человек должен быть определенного склада характера. Потому что никому не надо получить фаворита, который станет неуправляем, слишком будет амбициозен, будет связан с какими-то другими группировками. И в итоге вот появляется Бекингем, молодой, ему 22 года. Сначала известно, что король его увидел во время объезда своих владений в одном из замков Южной Англии. Потом была создана встреча, когда король был в Кембриджском университете. И студенты исполняли для него одну из комедий, которая королю очень понравилась. Ну, присутствовала, собственно, большая часть двора. Такие развлекательные мероприятия довольно характерные. Тем не менее, король заинтересовался. Увидев, видимо, этот интерес короля юноши, его патронами, тут же была куплена небольшая, не очень важная, но не очень высокая, скорее так, но очень важная должность королевского виночерпия. Потому что это означает, что это всегда рядом с королем. И поэтому можно наслаждаться видом белокурого юноши постоянно. Всего ли вино как-то располагает. Да, да, располагает. Его пьют постоянно, воду не пьют. Правда, разбавляют, но тем не менее. И дальше... А дальше очень интересно, потому что граф Сомерсет быстро почувствовал, что ага, вот... Уходит. Уходит. Современники сообщают о том, и сохранились письма короля Якова к Сомерсету о том, что Сомерсет очень обострённо прореагировал. Скорее всего, если бы не было такой вот реакции, обиды, там были даже какие-то скандалы и почти яростные такие письма королю ревниво-яростные, потому что очень страшно потерять не просто королевскую любовь, а место. Очень важно. Вот на этом фоне, когда Сомерсет начинает себя вести не очень правильно и буквально давит на короля, пытаясь сохранить к нему близость, на этом фоне вот этот юноша немножко наивный, честный, очень красивый. Он, конечно, выглядел весьма привлекательно. То есть Беккингэм у нас пока ещё честный, наивный? Ну, в какой-то мере, я думаю, что да. Интересно, что в этот момент вот группировка политиков, в частности, куда входил архиепископ Кентерберийский, который должен был блюсти англиканство в Англии, а всё-таки если есть группа знати, которая придерживается таких происпанских позиций, то там и угроза католицизма присутствует. Да, конечно, на тот момент очень серьёзная. В какой-то мере они были такого, да, происпанский курс, потому что Испания серьёзная угроза. Так вот, получение первой, наверное, очень серьёзной в 1615 году рыцарского достоинства и должности камергера происходило, согласно некоторым сведениям, довольно любопытно. Потому что сначала ведь надо было... Двор Якова был устроен очень специфически. Кажется, король, который властен над всем. При дворной должности только с его согласия. Тем не менее, для того, чтобы назначить человека на должность при короле, нужно было ещё согласие королевы. То есть, чтобы стать фаворитом, в какой-то мере нужно согласие королевы. Это были отношения Якова и его супруги Анны Датской, которая не претендовала ни на какую политическую роль при дворе, но, тем не менее, какие-то, в общем, правила должны были соблюдаться. А всё-таки это были правила игры? Это во многом были правила игры. И Анна Датская, в общем, посмотрев на этого юношу, в какой-то момент соглашается с тем, что да, его можно оставить при короле. Он может получить действительно рыцарский титул, должность камергера, и это будет нормально. Кстати, впоследствии она будет называть Бекингема, королеву будет называть Бекингема мой милый пёсик. Так что, в общем, отношения будут очень хорошие, потому что как раз граф Соммерс относился к Анне Датской пренебрежительно. И для неё было, в общем, важно, чтобы внешний антураж, такой уважительный, как к королеве, всё-таки сохранялся. Не важно, фаворит или нет, не важно, какие у тебя полномочия, но всё-таки антураж сохранялся. И известно, что само посвящение в рыцаре было произведено в замке королём, причём как-то всё это было очень неожиданно. Присутствовал Яков, который посвящал в рыцаре, присутствовал его 15-летний сын Карл, присутствовал архиепископ Кентерберийский. И быстренько откуда-то из-за двери выдернули Вильерса Джорджа, который вот тут вот был рядышком. А Соммерсет опоздал. И он воспринял это как заговор против него. И есть снова, скажем так, анекдот о том, что Соммерсета не пустили. То есть его опоздали. В помещение, да, где всё это происходило. Причём, судя по всему, что это была действительно такая акция, ну скажем так, подготовлена очень быстро. Потому что для того, чтобы посвятить в рыцаре, требуется всё-таки шпага. А шпага у короля не было на тот момент ритуальной шпаги, у Джорджа Вильерса не было в этот момент ритуальной шпаги. И шпагу король взял у своего сына, у юного Карла, для того, чтобы посвятить в рыцаре. То есть вообще какой символический жест, да, в проекции на потомство королевское? В проекции, да. Но, правда, надо сказать, что юный принц Карл относился первоначально к Джорджу очень нехорошо. Такая ревность очень большая, тем более, что у них небольшая разница в возрасте. И он, конечно, его воспринимал довольно ревниво. Ходили анекдоты, что он его и подой в какой-то момент облил, за что получил оплеуху от отца. И ещё там какие-то вещи подстраивал и вылил на него какую-то еду. Ну, в общем, там сначала были сложные отношения. Но всё-таки, видимо, Джордж Виллерс обладал определённым характером, который позволил и вот этого юношу, точнее, показать этому юноше, что он никакой угрозы для него, для его взаимоотношения с отцом, для его положения как наследного принца не представляет. И если мы говорим о начале карьеры Джорджа Виллерса, то историки пишут о том, что архиепископ Кентерберийский дал ему три совета. Первый совет – любить своего короля и всегда выполнять то, что король ему велит. Почитать королевскую семью и помогать ей во всём, всем членам королевской семьи. И, наконец, третье – это никогда не лгать королю. И надо сказать, что, судя по всему, судя по тому, насколько семейные, тесные, доверительные отношения складывались у Джорджа Виллерса и с Яковом, и с Карлом Первым, он этому следовал. Не упал на каменистую почву. Он их принял как правило жизни. Да. И, в общем, поэтому это такой какой-то особенный фаворит, который во многом стал членом королевской семьи. И, наверное, поэтому… В одном поколении. Удержался, да. И в двух поколениях королей. Как же он дальше двигался? То есть он уже коммергер, рыцарь, какие-то дальше должности, недолжности, поручения? Должностей на самом деле была масса, но это характерно для раннего нового времени, когда фавориты, когда знатные люди, они просто собирают разные должности. Другое дело, что существовала традиция, что если ты получаешь какую-то более высокую должность, ты предыдущую передаёшь кому-то, пожалуйста, из своих клевретов, ну или какому-то другому человеку. То есть продвигаешь свою партию. А Джоджи Вильерса впоследствии парламент обвинял в том, что он ни с чем не расстаётся. То есть не делится. Что он сосредоточил, не делится, сосредоточил в своих руках массу вот этих должностей. Речь не только о титулах, речь ещё о должностях. И при этом не хочет никак делиться, потому что хорошо, там, ну, пожалуйста, если ты становишься членом тайного совета, зачем тебе оставаться там конюшем, допустим. Но понятно, почему он не хочет выпускать из рук эту должность, потому что это человек, который сопровождает короля во всех поездок, который отвечает, собственно, за организацию этих всех поездок. Ну и таким образом всё время при короле. Максимальное приближение. Приближение, да, абсолютно верно. Абсолютно верно. А какие у него первые такие заметные были должности государственные? Ну, собственно, камергер, потом конюши, это уже очень серьёзно. Потом пойдёт приобретение титулов. Вот он становится потом членом тайного совета. Он становится виконтом, и он входит в палату лордов, что очень важно, на самом деле, при сессиях парламента. Ну, и лорд-адмирал, да. Лорд-адмирал, консервант. Да, да. А теперь к поручению. Вот что он в реальности, да, всё-таки смог сделать? Почему он был политиком? Можно вот назвать его политиком? Вы знаете, это очень хороший вопрос. Что он смог сделать? И был ли он реальным политиком? Он политиком с точки зрения плети, как науки, с точки зрения политики, как к ней подходил, допустим, Ришелье, он, конечно, не был. Не был. Нет. Он скорее такой практик, вот как-то всё поворачивается вот так, ага, значит, я буду делать в эту сторону. Во многом, да. Во многом, да. И своего проекта политического у него не было? Нет. Он не... То есть у него были какие-то... Ну, это не назовёшь политическими проектами, потому что... Комбинациями. Он не тактик даже и не стратег. Уж совсем не стратег. Он следует, вот, скорее, воле случая. У него появляются какие-то проекты, и то это проекты не его собственные, это скорее то, что вот тут предлагается при королевском дворе. Он ищет, что выгоднее королю, что надо королю. Конечно, были какие-то вещи, которые... На которых он настаивал иногда даже в противовес интересам Якова I, как, например, стремление, когда начнётся 30-летняя война с 1618 года, всё-таки, чтобы Англия поучаствовала войсками в этой войне. Яков будет всячески... Какие-то у него были свои преференции? Ну, тут такая государственная преференция, потому что дочь Якова I была замужем за герцогом Пфальца. Герцога Пфальца пригласили на тот момент, там сложная ситуация в Чехии, когда из окон выкидывали некоторых императорских должностных лиц. Герцога Пфальца пригласили Чехии, очень боящиеся усиления таких католических тенденций, пригласили стать королём Чехии. Начинается конфликт с императором Священной Римской империи. И фактически герцог Пфальца и Елизавета, его жена, дочь Якова I, оказываются перед очень тяжёлой дилеммой. Или им нужна помощь Англии, потому что своих войск нет, нанять их особенно не на что, удержать Пфальца они не могут, испанские войска гораздо сильнее войска императора. И вот в этот момент Бекингем считал, что да, надо туда отправить войска, надо помочь, но денег вот только нет. А все деньги на политику, особенно на войну, все решения – это решения парламента. Там даже будут собраны деньги. Вообще, конечно, всё это будет стоить очень больших и сил, и крови. Будет найден такой немецкий неплохой полководец, наёмник, который поведёт эту английскую армию. Будут даже корабли экипированы, но денег будет не хватать, матросы будут голодать, войско будет разбегаться. В общем, реально помощи, конечно, оказано не будет, и в итоге Пфальц лишь частично будет сохранён за... Что-то сохранилось там, да, в сфере английского влияния. Да, да. Тридцатилетняя война 1618-1648 годов – один из первых общеевропейских военных конфликтов, затронувший в той или иной степени практически все европейские страны, за исключением Швейцарии. Война началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками Германии, но затем переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе. Тридцатилетняя война традиционно делится на четыре периода – чешский, датский, шведский и франко-шведский. Война окончилась Вестфальским миром 1648 года, который имел большое международное значение. Границы европейских государств, установленные договором, в течение следующего столетия в основном сохранились. Швеция получила устье почти всех судоходных рек Северной Германии, Франция – часть Эльзаса. Была признана независимость Швейцарского Союза и Республики Соединенных Провинций Нидерландов от Священной Римской империи. А вообще вот такой вопрос. Наш Бекингем, он вообще про деньги? Как он вообще с деньгами? Он с экономикой был как влада? С деньгами? Ну, он считался для себя, трудно сказать. Потому что то, что он был одним из богатейших людей своего времени, собственно, как и его сын в правлении Карла II, это несомненно. То, что его должности приносили ему огромный доход, он получал от короля огромные подарки, это тоже несомненно. Так что легенды о его богатстве, они на самом деле весьма правдивы. Да. Вместе с тем, этот Джордж Виллиерс, например, когда получает должность лорда-адмирала, и старый адмирал Ноттингем, он уходит, уже старик, причем заслуженный старик, он участник непобедимой армады, ну, ему там уже за 80 лет. Тем не менее, Джордж Виллиерс берет на себя ежегодную выплату ему порядка тысячи фунтов стерлингов, а это большая сумма, вот для того, чтобы... Ну, вот берет на себя, что это означает? Что это деньги адмиралтейства или личные деньги Беккен-Мемберна? Или это уже была как бы одна казна? Это в какой-то мере... Нет, это не одна казна, потому что это средства, которые проверялись, и если каких-то средств не хватает... Да, да, коррупция огромная, но тем не менее и под суд можно было попасть довольно легко, и дела о коррупции очень активно рассматриваются. Это, конечно, деньги адмиралтейства, за что его весьма критиковали, но когда снаряжался флот, нередко Беккенгем давал свои средства. Потому что денег, которые парламент разрешал собрать в виде налогов, во-первых, они не сразу поступали, во-вторых, их могло быть недостаточно, и, в общем, Беккенгем вкладывал свои средства. Он и жил на хорошую ногу. Известно, например, когда он получит один из своих титулов, если я не ошибаюсь, как раз ситул графа, то он организует в своем поместье великолепное празднество, и в честь короля, который ему титул вручил. И на это празднество будет потрачено едва ли не 15 тысяч фунтов, великолепный стол, прием и так далее. То есть, на самом деле, он и тратил очень много, потому что это положение, которое обязывает. Известно, что по смерти Беккенгема, но это происходило, опять-таки, с очень многими знатными людьми, остались долги, король их заплатил. Но это, опять-таки, специфика этого времени, когда у человека могли быть богатейшие поместья, он мог жить на широкую ногу, и тем не менее, все равно оставались долги. То есть, это еще то дворянство, то аристократия, которая не думала об инвестициях в будущее? Нет. Если не считать инвестиции в будущее ту коллекцию картин, которую он собрал, где и Тициан, и Рубинс, и кого там только нет, там более 200 полотен. Коллекция, которая была в 1649 году продана на аукционе... За долги? Нет, нет, из-за революции. По другим причинам? Из-за революции. А, ну это что, революция ты списывала? Да, имущество конфисковано. И большая часть, значительная часть коллекции как раз досталась эрцгерцогу Леопольду австрийскому, часть ушла в Лувр. То есть, в общем, ценители нашлись. Все-таки вернемся к фаворитизму. Вот история с королем Яковым, ну, так более-менее понятна. А вот что с его сыном? Вот как Бекингем сохранился фаворитом, и вот что тогда означало этот дальнейший проект фаворитизма? То есть, личное отношение с королем Яковым. Потом какая-то их история развития, врастание в королевскую семью. И вот он уже на правах, простите, члена семьи продолжает свою фаворитическую историю. Ну, в какой-то мере на правах члена семьи. И, во-вторых, конечно, как очень доверенное лицо, как лучший друг короля и наследного принца. И того, и другого. И того, и другого, да. Потому что вот это, опять-таки, умение, видимо, Бекингема себя вести, и его скромное во многом поведение, по крайней мере, по отношению к членам королевской семьи. Никогда, по отношению к членам. Он выйдет на первый план в общественном мнении как раз с момента, когда к власти придет Карл Первый. Вот тогда он начнет... Но это общественное мнение его выведет, да? Да, скорее, да. А так он... А так он выполняет массу поручений, он активен, но, тем не менее, он прекрасно осознает, что все-таки божественная власть у Якова, божественная власть у Карла, а он лишь... Ну, инструменты-то, да. Your humble dogs, Стинни. Твой верный пес. Да, да, да. Стинни. Карл Первый Стюарт. Король Англии, Шотландии и Ирландии. Коронован в 1625 году. В 1628 году парламент заставил монарха принять петицию о праве, имевшую целью оградить свободу и собственность подданных от посягательств. В 1629 году Карл распустил парламент и в течение 11 лет управлял страной без его помощи. В 1639 и в 1640 годах в связи с начавшейся войной с шотландцами-пресвятерианцами и нарастанием противоречий внутри страны вновь собирал парламент. Компромисса достичь не удалось. В 1642 году Карл Первый объявил парламенту войну. Политика абсолютизма и церковные реформы вызвали восстание в Шотландии и Ирландии и английскую революцию. В ходе гражданских войн Карл Первый потерпел поражение, был предан суду парламента и казнен. А вообще какие-то такие вот яркие эпизоды его жизни? Вот какие-то, не знаю, авантюры, не авантюры. Наверное, очень яркий эпизод, когда... Вот мадридский? Да, мадридский эпизод. А вот что там было? Знаменитое сватовство 1623 года, знаменитое сватовство Карла Первого к испанской инфанте Марии. Причём, опять-таки, историки не вполне могут установить. И некоторые считают, что это идея Бекингема, некоторые считают, что здесь... Это на самом деле идея Карла. И я бы, наверное, сказала, что да, это, пожалуй, идея юного Карла, который хочет совершить какой-то немужественный поступок. Когда он станет королём, он захочет стать королём-победителем и вести войну. А тут скорее рыцарский поступок. Дело в том, что его отец плавал в Данию за своей невестой. А его дед ездил во Францию дважды за своими жёнами. И вот теперь он тоже хочет вырваться из Англии и жениться не по доверенности, как, в общем, было принято, когда кто-то от имени короля совершает на месте по договорённости, по доверенности короля совершает брак. И дальше уже фактически жена приезжает к ожидающему её в Англии мужу. Но в итоге, на самом деле, у Карла так и получится, потому что брак с Генретой и Марией так и будет по доверенности заключён. Но, видимо, юный принц мечтал посмотреть самому побольше. И, судя по тому, что нам известно, действительно Бекингем и Карл уговаривают Якова разрешить это путешествие. А путешествие, оно такое странное, потому что они собираются ехать инкогнито. Если я не ошибаюсь, Джон и Томас Смит. Вот у Персереверта. В романе примерно так всё и обстояло. Так всё и обстояло дело. Но это, знаете, это секрет Пале Шинель. Потому что вслед за ними, они, их там не двое в Мадриде, потому что вслед за ними, вслед за Бекингемом и Карлом отправляется порядка 200 человек англичан. В полном абандировании. Ну, это такой ближний круг, это люди поддержки, это, в конце концов, конюши и так далее. То есть не то, что они вдвоём шатаются по ночному Мадриду. Нет, они не... Ну, я думаю, что Бекингем, несомненно, этим занимался. Хотя рядом с ними всегда были верные люди. Другое дело, что, да, что вот они неузнанными как бы присутствуют в Лувре, проезжая через Францию, неузнанными оказываются в Мадриде. В общем, какое-то время это такая очень странная игра, нарушающая действительно этикет испанского двора. Это непривычно, нельзя, чтобы тут инфанта... В смысле, в реале это было воспринято довольно нервно? Нервно, нервно. Никто не ожидал, во-первых, такого приезда, потому что переговоры должны вестись между дипломатами. Ни Бекингем, ни Карлом, они не дипломаты. Причём совсем не дипломаты. Впоследствии даже Бекингем будет упрекать за то, что провал вот этого испанского брака, то, что он в итоге не состоялся, хотя инфанта даже уже называлась принцессой английской, вина на Бекингеме. То есть Бекингем реально не был дипломатом? Вы знаете, наверное, он не был дипломатом. То есть это дар переговорщика, выжидающего, подстерегающего у него не был. Он не имел дара переговорщика. Известно, что как раз во время их довольно длительного пребывания в Мадриде, тяжёлого пребывания, потому что испанская дипломатия действует более чем изощрённо. И условия, которые они ставят англичанам, очень тяжёлые и практически невыполнимые, потому что для этого брака инфанта Мария Католичка, значит, надо ещё получить разрешение Папы Римского. Папа не торопится, потом Папа умирает. Значит, разрешение следующего Папы это уже не действительно. Тут клубятся всякие иезуиты. И устраивается даже для Карла такая дискуссия относительно того, насколько католическая религия правильна, и что всё-таки должна быть высшая власть Папы, а не власть короля над церковью. И тут очень большую роль во всех этих переговорах их затягивания, конечно, сыграл фаворит испанского короля Филиппа IV, герцог Аливарес. Там был ещё коллега, испанский. Там был шикарный коллега, это решение номер два. И, конечно, на этом фоне Бэкингем проигрывал. Он нетерпелив, он не всегда может понять, как действовать. Английский посол в Мадриде, граф Бристолл, как раз он очень оскорбился, потому что его как бы отстранили от этих переговоров с одной стороны, а он был испанцам очень хорошо известен. И первоначально он вообще креатура Бэкингема. Но вот тут уже зародился их конфликт. И он тоже будет обвинять Бэкингема впоследствии в том, что вот этот испанский брак не состоялся. Например, французские историки считают, что на самом деле испанцы и не собирались заключать этот брак. Они оттягивали время, потому что они пытались не допустить Англию к тому, чтобы она поддержала Францию, вмешалась. То есть была многоходовка. Я согласен отменить законы против католиков. Что на самом деле... Про парламент им не объяснишь, что испанцы. Про парламент, да. И очень нехорошая там ситуация, потому что известно становится в Тайному совету, куда уехал наследный принц и Бэкингем. Начинаются всякие опасения, что вот будущая принцесса-католичка, значит, опять под власть папистов. Ну да. То есть тут история на самом деле весьма-весьма тяжелая. Ну и все-таки вот Дюма, вот что там было с Анной Австрийской? И было ли вообще хоть что-то? Еще одна загадка. Потому что во многом слухов ходила масса. Слухи были? Слухов было много. Но даже вот французские историки считают, что эти слухи скорее не имели под собой основания или же основания какое-то другое. Потому что действительно Анна Австрийская, прелестная женщина, очень красивая. Как писали современники, она не была против, если в нее влюблялись. Вполне нормальная позиция. Великолепный Джордж Виллерс. То есть повода давала. Вроде бы поводы есть. Потому что известна их встреча в саду в Амьене. Один на один? Нет, не один на один. Причем там буквально такая встреча. Очень интересно, как развивается история этой встречи. То есть если современники пишут, что ее Фрейлина записывает, что вот случайно я была рядом, но случайно эта встреча произошла, и ничего дальше. Дальше уже идут легенды, что да, там был и поцелуй, и вообще неизвестно что, но королева вскрикнула. В общем, прибежала Фрейлина. Но, по крайней мере, впоследствии Анну Астрийскую будут обвинять в том, что там был момент тет-а-тет, он очень короткий. То есть это ничего, но может быть был момент тет-а-тет. И вернется обратно в Амьен, и он ворвется в покой королевы, а надо будет находиться в постели в этот момент. И вот, понимаете, возникает вопрос, что это? Современники писали, что это да, вот такая любовь, чувства и так далее. Что-то все-таки там было, но скорее это опять-таки какая-то задумка Бекингема. Вряд ли это были какие-то искренние чувства. Потом все-таки давайте не будем забывать, это такой странный век барокко. Ну да, где это просто было поведенческим кодом. Да, были поведенческим кодом, были обязательны. Да, без этого никак. Давайте кончину Бекингема. Кончина, можем сказать, вполне логично. Кончина происходит в тот момент, когда... Ну, напомним, что ему 36 лет, он совсем молодой. Она происходит в тот момент, когда одно за другим следует масса неудачных мероприятий, во главе которых, если не стоит Бекингем, то они приписываются ему. Это связано с неудачной попыткой взять Кадиса и захвата денег у испанских галеонов. Это неудачная политика, конечно, в этой 30-летней войне и все, что касается Пфальца. Это огромные налоги, на которые был вынужден согласиться парламент. Непонятно, как их потратили. Это, конечно, неудачная экспедиция в Ла-Рошель, на остров Ре, в которой великолепно все началось, но Бекингем, пожалуй, тут не виноват. Даже французы с этим соглашаются, потому что ему нужно было получить подкрепление для того, чтобы развить успех. Подкрепление из Англии он не получил по разным причинам, по финансовым, из-за того, что погода из кадра не могла выйти. Здесь было все против него. И было все. Его обвиняли в пособничестве к католикам. Его энергичная мама умудрилась вернуться в католицизм. Принять католицизм, что, конечно, не очень хорошо выглядело. Его жена, наоборот, католичка, обращенная в протестантство, что тоже выглядело как-то не очень хорошо. Ее отец оставался католиком. И сам Бекингем относительно него тоже были очень большие сомнения. Ему даже пришлось организовать такую публичную конфирмацию, которая бы доказала, что он все-таки находится в лоне протестантской церкви, а отнюдь не является католиком. Давайте тогда финал. Каким он был? Финал печальный, потому что Джон Фельтон, который дворянин, не очень знатный, он как раз участвовал в экспедиции на остров Ре. Сражался там, получил ранение. Он был среди тех немногих, кто там уцелел. Вернулся в Англию. У него как раз было ранение левой руки. Попытался получить пенсию, пытался попасть к Бекингему, но ничего не состоялось. Ну а дальше это уже время, когда Бекингем в сложных отношениях с парламентом, когда его во всем обвиняют. И масса листков, масса людей, масса проповедников, которые говорят о том, что на самом деле Бекингем – это олицетворение дьявола. Таких пуританских проповедников много. И тогда, если ты хочешь спастись, если ты хочешь совершить правильное деяние, убери вот этого человека. Причем Фельтон, понимаете, он одиночка, который пешком прошел из Лондона в Портсмут. Он купил нож в Лондоне, а потом пешком он пять дней шел в Портсмут. Все понятно. Ага, тогда вот такой просто вопрос, да? Что это похоже на заговор против Бекингема? Нет, это не заговор. Или это акт от одиночки? Это одиночка. Он утверждал... Но как-то на него влиял. Он утверждал, что... Осознанно, неосознанно, другой вопрос. Ну, ситуация, да, влияла. Акт возмездия, съездка. Акт возмездия. Время нашей передачи, увы, подходит к концу. Мне остается только поблагодарить Антонину Владимировну за этот замечательный рассказ. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы вскоре встретимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok